Я придерживаюсь другой точки зрения, то что Иванов не справился с реформами в армии, ничего там не произошло, значит, особенного, так скажем, вывел его, потребовалась смена. Но тут вместе с этим еще, вот если букву «Ж» помнится, нашу много вариантов сценарий, значит, какие варианты могут быть. Но то, что Иванов не справился, это для меня лично, очевидно. А то, что он его убрал с этой должности и поставил, вот какого-то человечества, есть серьезное размышление. Значит, и исходя вот из того, что автомобилем должен управлять опытный руководитель, такие руководители, я думаю, все-таки, несмотря на разгром в армии, среди военных нужно было найти. Значит, оттуда никого не последовало, не значение, что человек не далекого, тем проблем, то есть той атмосферы, в которой вы его там назначили, на это место, наводится тоже на грустное мышление. Значит, либо у Путина нет кадровой базы, и он выводен, ну, можно было бы кого-то, так сказать, с точки зрения хотя бы, ну, как сказать, видимости такой, что ли, создать, подобрать. А вот то, что он выбрал именно этого человека, он ли это сделал, возникает первый вопрос. И тут приходит выражение Дерипаски, олигарха знаменитого, который на страницах газеты откровенно написал, что Путин наш менеджер, он очень классный, мы его обнанили на работу. И он выполняет те задачи, которые мы поставили. Вот, исходя из этого, значит, можно сделать вывод, что он ставленник Сердюков определенных кругов. Почему? Потому что, говоря воненным языком, в час икс, то есть в критическую ситуацию, так назовем ее, тот, кто окажется у рачеков власти, тот, ну, варами имеется в виду, рачеков власти, тот может, особенно, оказать существенное влияние на ход развития дальнейших событий. Вот, а вторая кнопка от ядерного чемоданчика теперь будет находиться у Сердюкова.